Музыка На общем сером педагогическом фоне Самарского духовного училища выделялся преподаватель арифметики, естествознания и географии Василий Васильевич Горбунов. Блестящий педагог и думающий человек, он был известен многим и пользовался заслуженным уважением среди учителей и коллег. Но никто не знал, какие перипетии приготовила ему судьба в недалеком будущем. Не поступить нам просто ли? И это будет просто, как белый шорох простыни, и как простая поступь. Василий Васильевич выбился из низов беднейшего сельского духовенства. В 98-м он окончил духовную академию в Петербурге и сразу же пошел по педагогической линии. И с этого дня вся его жизнь, деятельность и труд были удивительным образом построены на религиозной основе и морали. Находясь в самом расцвете сил, физических и духовных, с головой ученого, большим светлым лбом, увеличенным начинающейся лысиной, логической, стройной речью и внимательными голубыми глазами, на своих уроках он держал в напряжении весь класс. И каждый из его учеников чувствовал, как он глубоко знал и любил свой предмет. Скопив кое-какие средства, он купил небольшой дачный участок и быстро своим трудом превратил его в цветущий сад, приобретя славу лучшего в Самаре садовода-любителя. У него была богатейшая коллекция бабочек, которую он любил демонстрировать на уроках или приходящим к нему домой ученикам. Наконец, он был неплохим художником. Его копии с картин духовного содержания были выполнены с большим настроением и вкусом. Жалования в 75 рублей, которые он получал в училище, было вполне достаточно для частых выездов за границу. Взнос в 100 рублей в учительский союз обеспечивал путешествия по Германии, Австро-Венгрии и Италии с возвратом через Константинополь и Одессу. В результате его уроки становились гораздо более интересными, поскольку все знания подкреплялись собственными наблюдениями и впечатлениями. В 1910 году в епархиальных ведомостях была напечатана большая статья Василия Васильевича Горбунова «Творение или эволюция?», где на основе сопоставлений с гипотезой эволюции Солнечной системы он пытался показать, что библейское сказание о створении мира не противоречит последним данным науке того времени и может быть представлено в более современном виде. Это была попытка ученого-богослова, религиозного интеллигента-идеалиста осмыслить мир в новой трактовке. Для церковных ортодоксов его времени она была ударом грома среди ясного неба, среди семинарской молодежи вызвала живой обмен мнений. А для самого автора эта статья стала самоубийственным документом, который закрыл ему двери в советскую школу. Правда, это произойдет позже. И до этого в жизни Василия Васильевича Горбунова произойдут еще многие важные события. К году в 1910-м, или около того, Василий Васильевич женился на Ларисе Автономовне Высоковой, которую полюбил еще в годы окончания Духовной Академии. Но тогда она вышла замуж за помещика из Каменец-Подольского, который умер от туберкулеза, оставив ее с двумя детьми, Николаем и Лелей. Вот с ними-то она и переехала в Самару, к Василию Васильевичу Горбунову, поселившись вместе с ним в маленьком одноэтажном доме, который находился во дворе огромного Челышевского дома, занимающего целый квартал. По своему религиозному миросозерцанию и уравновешенности натуры Василий Васильевич был однолюбым и идеальным семьянином. Но поскольку этот брак был полной неожиданностью и для друзей, и для родственников, то ему, бедному, пришлось претерпеть много вздорных советов по поводу того, как себя вести. Лариса Автономовна была, как говорится, у Достоевского натурой субтильной и камелефотной, быстрая в движениях, легко воспламеняющейся. Она говорила украинской скороговоркой и любила командовать. Приехала она в дом Василия Васильевича не в Лондо и не на паре рысаков, а на обычном извозчике. Немножко поплакала, но очень быстро вошла в быт этого недюжинного человека. Ее сын Николай, студент Института гражданских инженеров, был юношей редкой красоты. Мать воспитывала его в аристократическом духе и прочила ему блестящую карьеру. Дочь Леля училась в Киеве в Институте благородных девиц. Она свободно говорила по-украински и по-немецки. Она не была красавицей, но как-то неотразимо увлекала молодежь энергией, которая лилась от каждой поры ее молодого тела. В 1917 году Василий Васильевич прошел по христианскому списку в учредительные собрания. Но во время власти Комуча в Самаре по свойству своей натуры, какого-либо участия в политической деятельности временного правительства не принимал. Как и прежде, он вел христианский кружок, среди которого пользовался большим авторитетом как апологет христианской морали и эрудит по вопросам священного писания. С возвращением в Самару большевиков его не раз арестовывали, обыскивали и то сажали, то ненадолго отпускали на свободу. Выйдя замуж за сына начальника трубочного завода генерала Зыбина, Лёля прошла вместе с ним весь путь известной капелевской бригады. В Томске ее муж сдался красным и был расстрелян. А Лёля, прикрываясь вшивым тряпьем и пользуясь для пропитания именем Христовым, летом 1919 года сумела добраться до Самары и опять поселилась в доме отчима. На вольном дачном воздухе, ягоде, которую в изобилии умел выращивать косенька, как звали в семье Василия Васильевича, Лёля быстро поправилась и поступила на службу сестрой в военный лазарет. Стал вставать на ноги ее сын Додик. Но в этот момент на семью Василия Васильевича свалилось новое горе. Пришло известие о смерти в Омском тифозном бараке сына Ларисы Автономовны и Лёлиного брата Николая. Мать не пережила этого несчастья, стала гуляционировать, постоянно беседовала с умершим сыном, так что пришлось поместить ее в сумасшедший дом, откуда Лариса Автономовна вышла сильно посидевшей и постаревшей. Василий Васильевич держался, молча сносил все страдания и сам, и помогал делать это близким. Лёля, казалось, слушала его, но ее неуемный характер мешал слушать ей советы Мудрову Косеньки. Как-то она связалась с контрреволюционной организацией и весной 1921 года была арестована и оказалась в тюрьме. Вместе с ней посадили и Василия Васильевича. Вскоре, впрочем, его отпустили, а Лёлю вначале перевели в Москву, а потом приговорили к двум годам ссылки в Словецкий лагерь, где внезапно 17 февраля 1923 года она скончалась. Оказалось, что ее пытался изнасиловать начальник лагеря, но она сумела вырваться из его объятий и выпрыгнула в одном халатике в окно в глубокий снег. Оставшись без сына и без дочери, Василий Васильевич и Лариса Автономовна доживали свой век, воспитывая внука Додика. 14 декабря 1929 года был издан следующий приказ по Самарскому городскому отделу народного образования. Работавшая по назначению Горано комиссия обнаружила в 48-й школе, что преподаватель естествознаний Горбунов ВВ, выпустивший в 1910 году свой труд «Эволюция и творение», где им проводится идеалистическая концепция с явно выраженным религиозным мировоззрением. От этого своего мировоззрения до сих пор не отказался и упорно им отстаивается. Эта же комиссия выяснила, что преподаватель Горбунов стоит на точке зрения безрелигиозного воспитания молодежи, отрицая одну из основных обязанностей преподавателя советской школы – введение им антирелигиозной пропаганды. Считаю установленным, что преподаватель Горбунов имеет чуждую антисоветскую идеологию, совершенно несовместимую со званием педагога советской школы. Считаем, что с работы в 48-й школе его нужно снять без предоставления ему какой-либо работы в учреждениях народного образования в городе. Выгнанный с работы педагог Горбунов остался и без пайка. Долго искал себе пристанище и, наконец, через своих учеников нашел его в городе Лентреесте, куда был принят садовником. Но тяжелые удары судьбы в конечном счете сломили этого мужественного человека, который умер в 1931 году, на 60-м году жизни от рака. Оставшись одна с внуком, Лариса Автономовна зарабатывала на жизнь в качестве домработницы. А додик вначале превратился в шаловливого мальчишку, а затем в крепкого парня с тяжелыми кулаками, который он пускал в дело всякий раз, когда школьные товарищи дразнили его происхождением отца. Лариса Автономовна намучилась с ним, избегалась по школьным советам и завучим. По окончании школы додик научился пить. Деньги на водку доставал от продажи бабушкиного барахла на толкучках. Наконец, его призвали в армию, но воинская дисциплина сразу не понравилась ему. Обладая недюжинной силой, он взял как-то своего непосредственного начальника и трижды окунул его головой в море. Неизвестно, чем все это закончилось бы, но здесь началась война. 13 июля 1942 года сержант помком взвода Горбунов Владимир Владимирович верной воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб. А его бабушка Лариса Автономовна, втеряв всех своих близких, скончалась только в 1956 году, на 1984 году жизни. Посмотрят звезды углями и месяц помаячит. И звезды будут круглыми и яркими, как мячик. С вами был Михаил Перепелкин.